друзья приветствую вас дневной обзор курс доллара курс евро курс рубля основные события что на рынках происходит давайте рассмотрим и к чему это сегодня еще приведет так ну вот astrazeneca тоже позитивные данные дала по испытанию вакцины но опять же это не окончательная версия это одни из промежуточных результатов так ну вот эта новость в телеграм канале и отобразит с утра был новостной обзор здесь технический анализ всех этих компаний американских рассматрив в том числе astrazeneca соответственно если интересно можете взглянуть ну и вот российская компания фармсинтез она тоже участвует как оказалось разработки вакцин и возможным то есть на этой волне ее тоже будут тащить наверх вот ее анализ я сделал сейчас выпустил передачку так далее нефть но нефть у нас сыпется сегодня но смотрите пока вот 41 и 741 и 8 не пробили ничего такого страшного нету ну посыпется сейчас разворотной информации нарисует и аскочит но если этот уровень будет пробить то она полетит вот этот 40 его 40 83 первый уровень на самом деле цель движения на 39 и 7 так вот по часовику никак мы не останавливаемся продолжаем падать вот на сейчас любом случае какой-то отскок должен быть вот сюда самое ближайшее время если от сколько не будет то значит падение будет очень глубоким вот но сейчас разворотной информации на часовике нет посмотрим как 6 часов по москве закроется может быть здесь за рот на информацию нарисую ключевое это пробитие 41 и 7 если 41 и 7 пробивает то дальше уже будет со свистом лететь так евро доллар с утра не смотрели его по моему но что я здесь могу сказать мы очередной хай отработали локальные но здесь есть один момент час более длинный таймфрейм поставить вот у нас есть одна целая 1496 волшебный уровень вот надо бы его либо кольнуть и на падающем объеме уже начинать падать или его пробить и следующая цель движения будет одна целая 17 вот пока как бы такое падение но конечно может что пар перейти но пока вот этот уровень не отработан двойной вершины нет я думаю такое падение но сейчас маловероятно скорее всего это будет корректирующий откат этот корректирующий откат будет вот сюда вот в этот диапазон 1 целый 1362 на целый 1370 может быть и сейчас здесь где-то уже начнет разворачиваться и продолжить расти чтобы либо двойную вершину здесь нарисовать либо ее пробить исходить повыше на там одна целый 1621 или одна целая 17 так но по часовику по четырех часовику мы здесь рухнули но видите пришли на сильную поддержку и пока вот нету пробития вот этого диапазона вот этот диапазон пока мы не пробили не закрепились вот эти все движения по скорее всего просто корректирующие откаты которые будут выкупать будет она идти дальше до нормального пробития 1 целый 1496 и роста 1 целая 1621 1 целый 17 или же отбить и от 1 целый 1496 и вот если на 1 целый 1496 развернется то есть его придет туда и начнется снижение объема и разворотной информации тогда вот уже падение может быть очень серьезными он тогда уже пробьет я 1 целый 1360 и возможно даже вот этот сильный уровень очередной на целый 1293 пока идет растущий тренд вот это падение не пробила растущий тренд его немножко пощекотала и соответственно поскольку пощекотала не пробила наиболее вероятный сценарий это отбитие движения наверх вот но если все-таки движение развивается вот сюда то это все ахтунг и повалится она очень сильно и очень быстро так друзья далее рубль-доллар мы смотрите вот сейчас нефть валится но тем не менее мы наблюдали сегодня мы вполне естественную реакцию кольнули сильный уровень и от этого сильного уровня отбились сейчас нефть просела и соответственно этой просадки нефти рубль скорее всего будет ослабляться к доллару не будет он ослабляться в том случае если действительно к нам прибежал black rock и начал все подряд скупать ну да вот на часы веке все мы это самое в уровень стукнулись но если то что под уровнем только поторговались не очень это будет но с другой стороны как бы мы и толком не пробили то есть было несколько проколов но которые не привели к тому что пробой произошел полноценный все это осыпалось до хотя бы 71 21 вот поэтому если не будет пробить и вот сейчас он колит 1748 1738 вот этого диапазона на объеме закрепления то сейчас отсюда пойдет разворотная формация отбой и движение цель сходить вот сюда на 1786 1788 вот соответственно сюда приходит если здесь начинает торговаться будет повторный рывок до бои пробой 72 13 вот но сейчас если все-таки он дотянет и пробьет вот этот диапазон тогда будем его ловить вот здесь вот в этом диапазоне в районе 17 71 21 такой сценарий возможен я думаю все-таки маловероятен сейчас мы здесь еще немножко по колобродим и отсюда наиболее вероятный сценарий пойдет выброс и целевого возврат вот сюда вот и повторное пощупывание уровня вот но если вот сейчас вот этот диапазон мы пробиваем то все роста ближайшее время не будет возвращаемся сюда и только после проторговки в этом диапазоне возможен какой-то рост так на по евро сегодня тут вообще просто высший пилотаж от роста не осталось и следа потому что евро доллару падает вот и поэтому мы наблюдаем такую парадоксальную реакцию стоило сбросить пару новостей про black rock и про то что коронавирус на эти самые вакцины запускают вот-вот и сразу начался риск он и все побежали в российский рынок так на смотрите на часовике вот мы 82 и 5 отработали но не удержались вот если бы здесь пошла проторговка то сценарий бы развивался по-другому но как бы кольнули и сразу пошел отскок вот сейчас ну немножко мы не допадали по-хорошему сходить было куда-то сюда в этот диапазон но судя по всему такого захода наверное не будет здесь вот уже пошел разворот и поэтому сейчас она скорее всего втянется и отсюда пойдет движение цель которого будет 82 16 или даже 82 32 вот если пробиваем вот этот уровень 49 48 то автоматом уходим вот сюда вот в этот диапазон вот и дальше уже в этом диапазоне скорее всего после проторговки будут евро вытягивать наверх есть конечно вероятность того что пойдет пробитие вот этого диапазона 81 19 и до сильного уровня такая вероятность небольшая но если тем не менее нас работать тогда рубль укрепиться уже на 89 и потом пойдет движение на 8 целых три десятых я думаю пока такой сценарий он возможен его вероятность не очень высока все-таки больше вероятность того что здесь будет сейчас разворот и отсюда пойдет отскок первая цель движения вот сюда на 82 05 и потом подтягивание вот сюда вот в этот диапазон чик так далее фьючерс на индекс ртс вот но все-таки мы сегодня видите как постучались в этот уровень потом затянулись но там как бы ситуация она была немножко противоречивая но все-таки как бы привело к тому что потрогали этот уровень дальше мы смотрите мы вот эту проторговку к верхней границе сходили и пробили сейчас идет попытка закрепления выше вот этого диапазона в котором он ходил если у нас мы сегодня закрепляемся выше 122 500 и начинаем торговаться отсюда скорее всего пойдет дальнейшее движение цель которого будет сначала 125 и потом пощупать вот этот перехать 126 900 вот но если все-таки мы пробиваем сейчас в рамках этой проторговки уходим ниже вот этого зеленого уровня 120 2250 и его пробиваем то отсюда у нас сразу пойдет молниеносное движение первая цель 121521 400 вот если не удержимся вот в этом диапазоне то пойдем повторно щекотать вот этот сильный уровень который находится на 120 тысяч 400 но возможен конечно сейчас домой и движение наверх после того как будет пробита 123 400 но я думаю сегодня скорее всего мы либо закрепимся вот в этом диапазоне 123 122 200 или же мы более вероятно пробьем вот этот уровень уйдем куда-то сюда такой сценарий тоже возможен но если все-таки пойдет пробой вот этого значения на объеме то могут на фоне всех этих противодействий коронавирусных разработки вакцин утащить его на 125 и на 126 лицо вот но мне пока больше видится что либо мы вот здесь будем сегодня торговаться либо сходим вот сюда я думаю такие сценарий более вероятно но с учетом волатильности и новостей я могу что-то неправильно понимать такое тоже бывает как вы заметили так далее золото но смотрите по золоту интересная ситуация вот у нас сейчас идет борьба за сильный уровень который 1819 вот здесь это проходит вот соответственно если мы выше 1820 1821 с половиной закрепляемся то сегодня и завтра нас ждет тестирование 1830 и в случае пробою ход 1880 если все-таки мы сейчас не закрепим все выше по диапазону выше сильного уровня то мы сегодня либо завтра судра катимся тестирует 1812 точнее даже 1810 вот если этот откат приведет к пробитию вот этого диапазона то посыпется и цель движения будет 1800 1798 но вот на часовике сейчас у нас идет разыгрывается эта карта сильного уровня если мы его пробиваем и вот здесь начинаем закрепляться то пойдет дальнейший рост сегодня-завтра на 1830 если час мы под ним закрываемся это проторговка вверх не разрешается то сегодня будет разворот и возврат сначала на 1812 потом вот сюда